Здравствуйте! В студии работает Екатерина Воинова. О том, какие события этой недели запомнились русскому миру, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. В Казахстане прошел вечер памяти последнего принца степей. День рождения матрешки отметили в Болгарии. Книгу о православном духовенстве XX века презентовали в Москве. А теперь более подробно об этих и других новостях. О наследии знаменитого ученого рассказали на онлайн-площадке Центра «Русский язык и культура» в Казахстане. Творческий вечер был приурочен к 185-летию со дня рождения Чукана Валиханова. Он прожил всего 29 лет, но успел оставить большой след в изучении истории и народного фольклора. «Последний принц степи» – так называют этого первого ученого, путешественника и просветителя казахского народа. За свою недолгую, но яркую жизнь Чукан Валиханов смог стать членом императорского русского географического общества и офицером Российской империи. В честь 185-летия со дня рождения Чукана Валиханова на онлайн-площадке Центра «Русский язык и культура» прошел памятный творческий вечер. Студенты Казахского национального университета имени Аль-Фараби вместе с представителями Россотрудничества, а также гостями Русского центра Кыргызской республики и университетов Узбекистана вспомнили о страницах биографии и богатом наследии этого деятеля культуры. Мы приветствуем вас на праздничном онлайн-мероприятии «Последний принц степи», посвященном 185-летию первого казахского ученого, историка, фольклориста, этнографа, путешественника, просветителя и востоковеда Чукана Шамисовича Валиханова. С детства Чукан Валиханов интересовался рисованием и этнографией, записывал местные легенды и предания казахского народа. Все это предопределило будущий род деятельности молодого ученого. После окончания Кадетской академии офицер Чукан Валиханов приступил к изучению истории и географии. Служба открыла для него возможность путешествовать по губерниям и исследовать окружающий мир. Одним из знаковых событий в жизни Чукана Валиханова стало знакомство с русским писателем Федором Михайловичем Достоевским. Ведущие творческого вечера отметили, что эта дружба оставила глубокий след в духовном мире писателя. Именно благодаря Чукану Валиханову Достоевский убедился в своем мнении о равенстве наций и рас. Круглолицая девушка в косынке и ярком сарафане. Именно так выглядит главный русский сувенир – матрешка. Историю возникновения этой необычной куклы давайте вспомним вместе с гостями русского центра города Старозагора. Принято считать, что у каждого народа есть свои национальные куклы и персонажи. Например, в Болгарии популярны игрушки в народных костюмах и с головными уборами, украшенными монетами и бусами. В России же такой куклой стала матрешка. Деревянная расписная красавица с фигурками внутри известна по всему миру и считается главным русским символом. Первая матрешка в России появилась давно, более ста лет назад при Липовичу Стогудини. Однажды из Японии привезли игрушку большеголового деревянного японца. Очень понравилась такая игрушка русским мастерам. Они переодели ее в русский сарафан с передничком, а на голову привязали яркий платочек. Специально ко дню рождения матрешки преподаватели русского центра в Болгарии провели увлекательные занятия для детей. Некоторые из учеников впервые увидели такую игрушку, а потому им было особенно интересно услышать об истории уникальной куклы. Вместе с преподавателями русского языка ребята смотрели фильмы о жизни матрешки в Древней Руси и мастерах-умельцах, которые изготавливали эти игрушки. В конце занятия ребята тоже попробовали приобщиться к творческому процессу и расписали сарафаны на нарисованных куклах. Для русского православного духовенства XX век стал одной из самых кровавых страниц в истории. Революция и пришествие советской власти привели к расколу церкви и уничтожению прежних ценностей. Подлинная трагедия всего духовенства предстала в истории священника Василия Иблиева. В храме святых новомучеников и исповедников российских в Бутове прошла беседа. Презентация книги священник Василий Иблиев «Виновным себя не признаю». Ее автор – руководитель Роспатента Григорий Иблиев, правнук священника из Рязанской области, расстрелянного на полигоне в Бутово в 1937 году. Когда 20 лет назад мы узнали, наша семья узнала о том, что прадед Василий убит и похоронен на этом полигоне, то, конечно, много раз мы посещали этот полигон. И, конечно же, когда ты обращаешься к ордену, то хочется понять, узнать, как это было. Сейчас нам удалось это сделать. Это издание основано на документальных материалах, протоколах допросов и показаниях свидетелей. Судьба священника Василия Иблиева показывает ту трагедию, с которой пришлось столкнуться русской церкви в 20 веке. На обсуждение в Бутове собрались представители музея истории ГУЛАГа, члены Союза писателей России, современные историки и исследователи. Участники круглого стола обсудили трагическую судьбу русского православия в советское время и подняли вопрос о важности сохранения исторической памяти. На презентации книги присутствовал также писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Во время своего выступления он отметил, что документальность этого произведения оказывает невероятное художественное и эмоциональное воздействие на читателя. Удивительная сила этой книги состоит как раз именно в отказе от литературности. Я вот читаю, читаю эту книгу и вдруг понимаю, что в какой-то момент документы уже эмоционально меня захватили, погрузили полностью. И я знаю судьбу героя, я знаю, что он был расстрелян. И тем не менее, несмотря на это знание, когда я подхожу ближе к финалу, вынесение приговора и потом краткая справка о том, что приговор приведен в исполнение, в этот момент я все равно не могу удержать слез. Наш следующий сюжет участвует в конкурсе «Корреспондент русского мира». Это видео пришло из города Гранада, который находится в Испании, родине гитаростроения. Давайте посмотрим, как же появляется на свет самый популярный в мире музыкальный инструмент. Испания – родина классической гитары, а Гранада – мировой центр гитаростроения. Лучшие гитары рождаются в местных мастерствиях. Музыканты со всего мира приезжают в Гранаду в поисках своего инструмента. Павел Гаврюшов – русский гитарный мастер. Он собирает инструменты так же, как это делали великие испанские мастера прошлого. Все свои гитары он делает при помощи ручного инструмента. Несколько лет назад вместе с семьей он перебрался жить в Андалусию. В Гранаде открыл мастерскую, в которой занимается не только изготовлением гитар, но и успешно дает уроки своего мастерства. В его школе проходит обучение ученики со всего мира и даже сами испанцы. С Павлом я научился многим трюкам и техникам, о которых раньше не знал. Правда, я очень довольна обучением. В Гранаде много гитарных мастеров, но они не хотят показывать, как делать гитары. Павел на курсах показывает, и это очень интересно. Для меня он номер один. Их нисколько не смущает, что национальный инструмент учит делать русский мастер. Никого не смущает, что Чайковский по происхождению из России, или, допустим, ученый Менделеев. Совершенно нормально это воспринимается, никого не смущает. Главное – это уровень профессионализма, главное – знание, главное – умение, главное – результат. В России имя мастера хорошо известно. Его инструменты звучат в лучших залах. На его гитарах играют гитаристы мирового уровня и некоторые знаменитые артисты. Стать одним из выдающихся гитарных мастеров, которого знают в мире сегодня, а потом переехать в Испанию по одной очень простой причине. У нас в таможенном законодательстве нет ничего, что связано с провозом материала гитарного. В своде профессий, вы знаете, что у нас нет в реестре такой профессии гитарный мастер? Такой профессии нет в России. Нету ее. Поэтому он поехал туда, где существует биржа материалов, где он делает инструменты, где они находятся внутри одного климата приблизительно ровного, где есть традиция, любовь, уважение. Но он остается русским абсолютно человеком, которому очень важно все, что здесь происходит. Все. Он очень интегрирован в это и очень хочет, чтобы его инструменты были в России. Хотя, конечно, ему очень лестно, что они есть и в Америке, и в Германии, и в Испании, и даже у меня. Испания привлекла русского мастера еще и потому, что именно здесь родился отец и создатель классической гитары Антонио де Торрес. В гитарном мире Торрес знаменит так же, как Страдивари в мире скрипки. Анастасия Селиверстова, Испания, Гранада. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Заявку на участие в котором можно подать до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте www.ruskimir.ru Делайте новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания.